привет меня зовут маша ты на моем канале от скуки посвященному вязание и около вязальной темы я опять скорее всего сказала неправильно но прости меня такая я вместо я рыбка до ремни честно на прошлой неделе было так смешно выпускаю влог читаю на этикетке что-то там какое-то выражение и вообще про это забыла выпустила влог и мне пишут вот это вот это означает то-то то-то я такая думаю на хрен это надо зачем тебе это написали так спасибо очень интересно но ничего не понятно и мне даже уже с канала мурнитка пишет мастер во влоге спрашивал это такая блин вообще ничего не помню так что но прости это конечно можешь мне написать замечание но я не реагирую на замечание да я там продолжаю правильно чего-то назвать не потому что я мерзкая бабень а потому что у меня просто мозгов нет я забываю все очень очень быстро но могу обрадовать я плохой запас забываю также быстро как и все хорошее в общем я решила начать свой влог с результатов позже лету чтобы показать что я его вижу потому что я уже очень много всего хочу нового начать и я пообещала тебе но я уже рассказывал что себе я могу наобещать хоть с 3 короба не факт что я это сделал поэтому я тебе пообещала вот у меня закончена одна половинка довязала спинку и сейчас присоединю нет начну вязать вторую половинку а потом уже собирать в круг это мой заказной жилет как видишь я его вижу как и обещала вчера ничего в принципе не вязала потому что я говорила что поехала к свекрови в гости и там как бы было недовязание не там сначала занималась готовкой а потом на дачу поехали там тоже как-то не особо мне вязалось и давай проблем пробежимся чуть-чуть по моим новинкам для начала хочу показать вот этот потрясающе красивый лен я еще образцы не стирала чтобы мы могли сравнить до и после цвет нереально красивый мне очень нравится он на сайте it's will назывался орхидея я уже говорила про то что я то магазина и слову не в восторге потому что заказываешь специально без размота специально берешь на родной бобине а получаешь без бирочки то есть сидишь сама бирочку и вписываешь значит это у меня фрискалина стопроцентный лен 400 метров на 100 грамм образец связала на 3 миллиметрах как всегда резинка но леная резинка это несовместимые вещи тут я никаких призов не ждала узор и на три с половиной и кстати вот у меня спрашивали как я вижу дырочки да и свяжу образец на четвертинках половинках спиц значит смотри 3 потом 5 изнаночных и еще одна дырочка это значит три с половиной соответственно если бы было 325 у меня было бы 2 изнаночных дырочка если 375 7 изнаночных дырочка то есть но вот эти изнаночные у меня означают дробное число грубо говоря так значит пока образец мне принципе нравится он немножечко как сказать но не то чтобы прям каркас на да ну так вот он стоит сейчас я его постираю от паре у возможно возможно не буду от паре да и посмотрим как он себя поведет но из всего что у меня было да это чуть-чуть хуже чем тоскалина а тоскалина все-таки он как-то из мелких и ниточек он более стабильные чуть-чуть по жестче чем ларапиановский лен то что у меня есть и чуть чуть получше чем били или как-то так называется по рубль 80 очень хорошая палитра льнов в вязи вот чуть-чуть получше чем вот этот по рубль 80 но я уже говорила что это бобина я купила по очень хорошей цене то есть она была по рубль 80 минус 10 процентов скидка там где-то по рубль 60 для такого качества льна я считаю что это превосходная цена тем более что действительно мне лен понравился ложится ровненько даже изнаночная гладь видишь безрядности очень даже понравилось и цвет конечно изумительный так это у меня первый образец идет в пастюр ушки 2 это у меня к напля и опять же я покупала бобину целиком бирочка моя магазин не считает должным и нужным какие-то какой-то информацию оставлять о том что это стопроцентная конопля у меня если честно уверенности прям на сто процентов нет но похоже то есть реально похоже то есть она идет не такая как лен кстати вот нашла узелок ладно в шнурках это очень легко лечится и что мне еще не очень понравилось здесь было прям грязное пятно я его конечно попыталась отряхнуть но как видишь все равно осталась грязь ну мне кажется такие моменты продавец должен фотографировать и показывать то что вот есть такая бобинка и на ней есть пятно да я не не знаю но стирается или нет если вы готовы взять то я вам отправлю если не готовы то пожалуйста там отменить отмените заказ но как бы это уже ну нужно предупреждать о таких вещах да потому что я вот ее даже не сразу увидела и когда начала вязать и кстати ульна тоже была большая нитка метра два я отрезала такое ощущение было что она отмоталась и по ней очень хорошо потоптались прям в грязи то есть я даже не стала пытаться отстирать там или еще что то я просто отмотала эти два метра нитки и выкинула но лен из конопли мне понравился айлен из конопли чую несу образец из конопли мне понравился тактильно очень приятно она такая же принципе как моя льняная майка но полегче не а более дубовая а так принципе все хорошо конопля как конопля но реально похоже на коноплю но опять же бирки нету я не могу быть уверена магазин для меня новые я брала два раза и два раза как бы 50 на 50 то есть цена плюс ассортимент плюс качество обслуживания качество пряжи соусу так скажем в общем цвет классный пряжа классно мне кажется какая-нибудь летняя футболочка будет восторг полный вот и еще я тебе точно обещала что я свяжу образец из малаги малага это у меня была единственная с размотом здесь ушла на бирку зажали я сама подписала что это у меня от папе fabio стопроцентный миллион с 1500 метров на 100 грамм я уже говорила что я купила такую шерсть спа на штаны но она недостаточно раскрылась и я купила ей партнером хочу совместить до чтобы межпетельное пространство заполнить немножечко кассет видно да что чуть-чуть уходит пряжица и нашла свой старый образец да это вот шерсть спа и ниточка мне мериносово станом на самом деле когда я взяла образец нашла думаю блин намного темнее будет сильно выделяться будет прям совсем меланж но когда я нашла бобину они практически одинаковые вот почему-то через камеру ну да вот этот поярче но в принципе мне кажется когда они обе выпустят пушок будут практически одинаковые так что я считаю что хорошо подобрала да хочу постирать образец если он раскроется если он станет помягче то тогда буду уже совмещать и пытаться вязать штаны но штаны я буду вязать опять же только после вот этого товарища и на что я обратила внимание вот эта малага она очень сухая шерсть прям вот сухая и когда я вот этот фрагмент три с половиной три миллиметра но здесь у меня тоже самое три дырочки 3 потом 5 изнаночных потрясающий цвет опять изнаночных и опять дырочка да на трех с половиной вот этот фрагмент я вязала на спицах чагу и получается вот это супер сухая шерсть и вот это матовые спицы чагу они так мне скрипели по зубам и даже из-за этого видишь какая бешеная рядность прям вообще он на изнаночных рядах видно потом я уже три с половиной миллиметра взяла чагу ой хая хая они уже гладкие скользкие по ним уже идет идеально поэтому весь все изделие я буду вязать на спицах хая хая потому что на чагу мне жалко свои зубы такой скрип металла прям не очень неприятно прям вообще неприятно но так нитка выглядит очень красиво мне прям понравилась резинка она даю в этого даже прям пружинит хорошо прям очень даже хорошо даже я могу сказать что там без вас на на без добавления нити ластана пружинит намного лучше чем вот это спа и с эластаном в общем я постираю образец если он откроется все хорошо то я тогда поженю вот эти две бобинки плюс добавлю ниточку с эластаном и у меня уже будут такие классные штаны если конечно успею связать себе хотя бы в этом году и опять как всегда кто на меня подписан в instagram тот молодец я уже говорила что писала точнее сейчас пошуршу в instagram выставляла пост о том что на вал бересе на альпаку брашит силк а брашит альпака силк от дропс на некоторые цвета не на всю палитру очень хорошая цена вот эти вот четыре моточка я купила восемь да мне просто на изделие ну нужно примерно восемь я дала полторы тысячи то есть у меня получилось что 192 рубля по моему за моток я считала по моему 192 рубля за моток то есть эта цена ниже чем на авито вот правда ниже цены я нигде не видела там не на все цвета там молочно вот этот вот серый-голубой светло-розовый какой-то там серый темно-серый и персиковые были скидки вот прям конкретные скидки так как мне это пряжа очень понравилась из нее вязала сестре сердце альпака то я себе конечно же это уже урвала такой подарочек и еще мне вот птичка на хвостике да нет я шучу моя подруга вязальная ирина гончарова зайди к ней в аккаунт и просто обалдишь какие она потрясающие вещи вяжет она очень сильно отслеживает всякие тенденции модной и и она мне прислала что судя по всем предпосылкам брунелла кучинели это будет самый модный цвет следующих сезонов так что я думаю что обязательно сработаем ссылочку на валберис я думаю нет смысла давать код вот если нужно скрин забавно упаковано 28.04.21 у меня у сестры день рождения так что ну про альпаку брашит я думаю рассказывать особо не нет смысла ее многие знают да кто не знает то обязательно нужно взять по ми попробовать потому что я очень долго одни и ну как бы но чуть-чуть отказывалась да потому что по соотношении цена-качество мне казалось что это пряжа дороговато но учитывая какой у нее мизерный расход да то есть я себе на полноценное изделие прямо на полноценное такое хорошее то есть я из вот этой пряжи планирую связать что-то типа картигана на запах или какой-нибудь такой джембер то есть у меня ушло полторы тысячи рублей ну сходи в магазин зайди в какой-нибудь мамгазара или еще в какие-нибудь там супер наши модные магазины и найди стопроцентную ой альпаку 70 процентов альпака 30 шелк за полторы тысячи рублей ну или вообще возьми полторы тысячи зайди в какой-нибудь из этих магазинов и попробуй там что-нибудь купить поэтому конечно цена мне кажется очень даже достойная иной цвет меня поразил и он на удивление передается практически правильно то есть он такой знаешь на что похоже если видео когда мы цветы эдельвейс то есть они такие серебристые вот очень похоже но очень красивый цвет мне безумно нравится так что я надеюсь что к весне я себе что-нибудь соображу вот такого цвета какой-нибудь кардиганчик классный пока я продолжаю усиленно вязать жилет и пойду постираю все образцы не уверена что завтра да потому что я сейчас буду вязать у к жиле жилет но если я провяжу три сантиметра смысл мне подключаться тебе показывать поэтому когда будет какой-то прогресс я тебе уже подключусь покажу жилет и покажу на какой стадии у меня образцы как они поменялись ушли в косину или не ушли плюс в прошлом году в ту хэнсе была конопля которая почему-то полностью вымывался цвет вот мы сейчас проверим что с этой коноплей и посмотрю за ноут этот лен фрискалина линяет или не линяет потому что лора пиановский лен у меня линяет безбожно просто я вот зеленый стирала образец у меня вода было просто как будто бы я баночку зеленки туда вылила поэтому посмотрим и будем делать соответствующие выводы но и по малаги опять же если она классно раскроется и все будет хорошо то тогда я уже буду вязать образец но перенит точнее я не тогда буду вязать образец а перед тем как начать вязать штаны свяжу образец в три ниточки то есть ниточку малаги ниточку вот это его у меня лэмс волос по подпишу где я покупал ну покупал я вязи но я не знаю есть смысл но подпишу артикул потому что я бобинку последнюю забрала вязи ее нету и ниточка у меня мереноса с эластаном вот пожарнил эти три ниточки и посмотрим что у меня уже получится а так в принципе очень классно и мне вот кажется будет будут штанишки у меня прям на ура в общем хватит болтать пора работать по вайлберис зайди посмотри возможно там скидочки еще остались но у них периодически появляются скидки я себе месяца два назад купила изумрудный цвет он у меня вышел тоже что-то в районе 1600 то есть не всегда но периодически такие классные скидки бывают так что прям рекомендую просто иногда заходить к ним на сайт и наблюдать и опять же большой плюс вайлберис да я живу в москве как бы мне это не так важно но если ты живешь где-то далеко особенно учитывая что в любом случае оплачивать доставку ты уже как минимум на доставке экономишь но просто у меня у вайлберис очень хорошая история да и они мне привозят без проблем все бесплатненько в общем имей ввиду что такие прелести есть а я побегу вязать хорошей рабочей недельки привет сегодня вторник и ты видишь что у меня целый завал из образцов из бобин из мотков из носков будем завал разгребать потихонечку во первых давай начну с того что в принципе была как бы закрыта тема в прошлом влоге но я вот этот образец из лэмсвул хинч leaf and sun но я почти запомнила это название это британская марка цвет более ретро зеленый вот если помнишь прям не знаю в конце восьмидесятых были такие шестерки жигули ярко-зеленого цвета вот примерно такой то есть вот этот конечно более блёк и неинтересный цвет он живой намного ярче вот я его постирала в машине на быстрой стирке и это конечно стал бархатный котенок но тут конечно не поспорит не поспоришь такой вот пушочек просто бархатистый абсолютно ушла какая-либо колкость даже ну нет вот если я прям вжимаю до сильно в руку то на наверно какая-то колкость еще есть но так все равно это мигусенький котенок так что берету быть я уже говорила что я хочу берет и не знаю зачем жилет я не ношу но я хочу именно комплект берет жилет и его еще носки к нему но носки я не знаю это пряжа все-таки без паа скорее всего я возьму какую-нибудь классическую носочку за основу а пяточки ой а резинки провяжу вот такой вот да чтобы из ботина грубо говоря выглядывала такая зелененькая мне кажется будет очень классный комплектик на осень так значит с ламсвулом закончили пошли дальше по моим образцам я уже показывала примерно так месяц назад я хочу себе связать штаны я на них покупала так вот эта бобинка тут конечно ничего не понятно но в принципе это и не суть важно если что это гол приземлился но это же птички они легенькие чтоб летать вот здесь 80 ламсвул даже не ламсвула просто было заявлено 80 шерсти и 20 по по моему так покупала магазине вязь здесь я еще подмешивала ниточку мериноса спа темно-синий но по я не стал еще с этот эластан доставать вот такое у меня получилось сочетание и она была не очень пушистая но я его вместе с зеленым да со своим 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 словом тоже засунула машинку это видишь он стал тоже такой же бархатистый все ниточки дырочки принципе почти закрылись но все равно раскрытия недостаточно и как раз таки вот я себе купила шерсти малага невероятно красивая палитра просто безумно красиво стирала руками вот этот я еще даже не успела засунуть в машину и он уже вот какой нежнейший мягенький очень красивый мне абсолютно не колется вот моя подружка вязальная татьяна она тоже себе купила сказала что ей очень колется что она в таком ходить не может как бы поэтому на меня лучше не ориентируйся если очень чувствительная то меня мне вообще не колется мне самая нежнячая нежнятинка это у меня малага стопроцентная шерсть а по моему а я же себе написал от папе фабио так что я буду совмещать вот эти две ниточки плюс ниточку эластана и буду вязать скорее всего что-то вроде костюма штаны и худи и сегодня тоже статья на и общались она прям настаивает что мне обязательно нужно делать совместники она говорит что почему все на этом зарабатывает а ты бесплатно раздаешь тебе нужно делать совместники в общем я не знаю напиши мне что ты по этому поводу думаешь потому что мне кажется ночью я связала рассказала и все кто захотел тот связал а совместники не знаю просто если будут желающие то можно и сделать совместник как бы почему нет будем вместе вязать штаны и худи если совместник не нужен то я свяжу штаны так же в двух словах как по шортам расскажу но не в двух словах давай расскажу примерно что я делаю и того будет достаточно в общем напиши что ты считаешь нужно мне организовывать совместники или нет ну и конечно же если будут совместники то они будут не бесплатно и потому что это в любом случае трата времени но как бы не то что трата да но у меня тоже есть своя личная жизнь и как бы скорее но скорее всего это будет не бесплатно в общем напиши что ты думаешь по поводу совместников пока у меня предварительные планы это штаны и худи также я в машину засунула свою англу этого как он называется енот да с чего там все вяжут из енота по моему забыл как это называется в общем из вот этой вот меховой штуки тоже засунула в машину она очень классно раскрылась распушилась прям такое забитенькое полотно цвет стал более гладкий да так сказать но нет такой ярко выраженной меланжевости как было но возможно это из-за того что сейчас не очень яркое солнышко возможно на солнышке будет и поярче тоже классненько распушилась я не могу сказать что прям мех да но все равно очень даже неплохо так пошли дальше это моя конопля которую я покупал магазине и цву которая была из единой без единой вирочки образец уже постиран но не отпаривала ничего и мне образец нравится легенькая хорошенькая приятная как бы вообще никаких нареканий нет и что я обратила внимание образцы практически идентичны даже вот это чуть-чуть ну этот чуть помягче чем мой вот мою лену лоропиана который я пряжа ваша покупала и опять же шнурочки практически один в один так что к сожалению магазин и цву я знаю не так давно да и бить себя в грудь кулаком и говорит что это конопля я тоже не могу потому что как видишь практически идентичны но в любом случае цена была вполне приемлемая даже если это окажется стопроцентный лен шнурки от лоропиана то неплохо цвет приятный вяжется легко хорошо ложится тоже достаточно неплохо мне понравилось но с ниточкой работать приятно никаких плохих эмоций она мне абсолютно не вызвала ну не буду утверждать что это стопроцентная конопля она и похожа на майку из конопли которая у меня есть который я прошлом году вязала и очень похожа на лену лоропиана который вот шнурки я покупала в этом году следующий у меня лен вот этот потрясающий фрискалина я понимаю почему его все так хвалят он реально очень хорошо распрямился резинки конечно выглядит ужасно тут я не даже не буду спорить но лицевая гладь просто потрясающие и узоры косы все очень даже красиво выглядит но мне кажется от если связать просто красивый такой сарафан без лишних каких-то вот декоров до лицевой гладью такой тяжелый струящийся будет прям очень круто а учитывая что у меня здесь килограмм то я думаю хватит и не на одно платье мид и ниточка по моему 400 метров на 100 грамм до 400 метров на 100 грамм фрискалина и на спицах и три миллиметра и три с половиной по моему очень даже хорошо выглядит я бы не сказала что оно светится понятно что если на платье это лучше троечка да и ну как бы принципе там если присматриваться можно увидеть силуэт плать ну ног до грубо говоря но если поддеть какой-нибудь там легкий сарафан то почему нет возможно будет просто топ почему нет так и дальше пойдем по следующей моей посылочки которые я пришел получила как раз таки отма из магазина пряжа ваша я это заказывала еще до отпуска на его только вчера сходила забрала это потрясающее меховушка цвет почти правильно он в реале более зеленоватый это и для коллекции бронелла кучинели я так произведем понимаю производитель филата здесь 24 кашемир 44 альпака и 32 по 320 метров на 100 грамм артикул называется пончо потрясающая ниточка очень мягкая вот прям очень мягкая но она летит то есть я вчера вязала прям с нее пушок летит образец еще не постиран ему только предстоит купанье так и смотри нижнюю часть я отвязала на 3 миллиметра просто лицевая гладь здесь нет смысла и вообще что-либо вязать все равно ничего не видно но здесь вот если видишь это дорожка отбивочная чтобы видно было смену спиц и вот здесь на 4 миллиметра сейчас я конечно постираю посмотрю как она будет после в это он ну сейчас мне на 3 миллиметрах нравится гораздо больше она не светится она очень такое приятное мне кажется какой-нибудь меха вушечку худи или там не знаю просто тоустовку будет вообще супер так что постираю на наверное завтра или концу недели покажу и еще но чтобы не платить за доставку одной единственной бобинки да потому что все равно за доставку платим я решила заказать еще и носочку у них появилась носочка от сильвит я уже несколько раз высказывалась не очень лестно от об этом производитель и в принципе что я могу сказать вот это вот две позиции позиционируются как носочка но если еще вот это ладно ок то вот это мне кажется это просто шерсть по которым обозвали носочкой и здесь написано что здесь меринос экстра файн это не меринос экстра файн меринос экстра файн он гладкий он шелковистый он хорошо учился экстра файн это вообще супер тонкой полотно то есть это прям тоненькие тоненькие микрон чеки то есть сами волоски на и тончайшие здесь такого нет здесь по ощущениям тактильным просто шерсть вот вот я могу сказать так вот это я поверю что меринос экстра файн потому что она гладкая она шелковистая она нежная она вот прям скользит в руках вот эта шерсть то есть тактильно это прям то трогай шерстью ты не знаю там ягненка потрогай то же самое то есть но здесь как бы даже мериносом особо не пахнет не говоря уже о экстра файн экстра файн это классификация мериносного волокна мериноса в зависимости от микронности чем тоньше в окно по микронам там тема но тоньше мягче и нежнее это не мягкая не нежная и не шелковица но чем меня просто восхитила вот эта нитка его цвет кстати передается практически правильно очень красивый цвет это безупредь безумная любовь моя особенно в этом сезоне я думаю тоже заметила и здесь сейчас попытаюсь найти такое ощущение что была покрашена вот видишь как серые вставки то есть она получается как серое волокно то есть изначально серые но не выбеливали сильно пряжу да а вот как она есть натурально ее и покрасили очень красиво получается такой меланжевый эффект очень хочу связать из нее с носочки попробовать но я покупала именно носочки у меня 320 по моему грамм так что не на одни хватит и толщина здесь конечно потолще чем я люблю на носки но не неплохо так вот здесь толщина вообще не указана да не наказано и не указано в общем я не знаю меня до сих пор к этому производителю сильвет вопросы вот увидишь сейчас хорошо видно вот эти серые вставочки но в любом случае шерсть ну тактильно это шерсть то есть это не мирин не меринос экстра файн это хорошая шерсть качественная но я так могу сказать да это даже вот что-то ближе наверно хорошему шетланду чем к мериносу но вот просто возьми зайди в любой магазин пряжи но более или менее приличная да попроси бобинку шетланда и бобинку какого-нибудь там я не знаю ванагроса у него нагроса ванагата какой же у них там этот есть гребяной меринос ну в общем это не она я так могу сказать в общем компании сильвет у меня очень большие вопросы вот правда и надо кстати написать девочкам до в магазин опять же что я возмущалась магазине и цвол да и какие вопросы у меня здесь ладно это родная бобинка с биркой это родная бобинка с биркой вопросов нет два матка я получила пройдет год если я сейчас сразу не свяжу вот эти носки я не вспомню какой здесь метраж где ее покупала сколько здесь метров сколько здесь грамм да но вот просто на маленькую бирочку напиши производитель сильвет 75 меринос 25 по стопе там 300 пом 330 метров на 100 грамм я уже забыла да я уже не помню то есть мне нужно заходить каждый раз на сайт в инстаграм искать эту позицию а там ты понимаешь до обновления каждый день чтобы посмотреть хотя бы метраж ну это не смешно надо девочкам написать пускай исправляются вредная я да тетка но ничего страшного пускай работают работать нужно и полезно фух и пошли дальше вчера я так сильно устала на работе только 8 раскидала более или менее все свои дела завалилась на кровать и не могла даже пошевелиться вот прям реально просто я лежала и не хотела ничего я даже телефон не брала в руки потому что мне сил не было даже его держать в руках но часом к десяти я отлежалась и у меня появилось чуть-чуть сил я поняла что я что-то конкретно вязать не хочу и я просто закончила носочки и почему-то я на каком-то на какой-то волне полу дрема очень классных закончила даже с утра посмотрела думал ты как я классно все сделала в общем смотри я продолжила здесь вот этот рисунок вот так то есть он очень логично заходит убирается прям очень не понравилось кстати рисунок я выложила в телеграм кому нужен схемка я имею ввиду а здесь у меня полностью по всему носочку по пятке проходят вот эти лампасы но носки получились классные мне очень нравится их еще нужно конечно постирать закончить еще три пары и буду выпускать ролик уже так вот такие вот здесь лампасы они полностью проходят по всему носочку мне кстати очень понравилось такая задумочка и вот так у меня уходит носочек их как бы так свела аккуратненько все в общем не очень понравилось как получается как получилось ну вот они два носочка да это у меня с пяточкой то ли лицо надеюсь кому-то они понравятся но это я не себе вязала да они на меня большие и кстати расход по идее 72 грамма потому что я взвесила остатки моточка у меня осталось 28 грамм и напоминаю это у меня лена гросса малинвайт малинвайт до цвет 35 58 покупала в магазине 3 скель и опять же магазин производители рекомендуют спицы 3 3 с половиной я вязала на 275 и если честно я бы взяла два с половиной здесь восемьдесят семь хлопок и 13 по ниточка очень мягкая очень нежная очень ватная и мне кажется вот для детишек вязать ползу ночь ки что-нибудь такое когда детишки начинают грубо говоря ползать по всей квартире что можно без проблем стирать в машине деткам будет мягенько приятно вот отличный вариант не знаю как насчет носков будут они носиться или нет мне кажется для детишек будут просто шикарные так и дальше давай перейдем к моему тазу у меня кстати под прошлым видео в комментарии спросили что у меня законченные носки бордовые с оранжевым из какой пряжи вязала у меня из бордово-оранжевый в последнем видео я ничего не заканчивал я там закончила только мамины они серо-голубые и ну сера точнее постирала и закончила мужа они зелено-голубые так что я так думаю что про бордовые с оранжевым это или про вот эти или про вот эти давай по порядку вот это у меня пряжа из магазина а линда часть не знаю у них есть или нет а весной у них были огромные тазы в которой было навалено просто вот маленькие клубочки носочной пряжи от всяких разных стоковых производителей да они были без бирок без ничего вот просто такие маленькие моточки валялись я там набирала то есть я не знаю понятия не имею что это за производитель я не знаю что это за пряжа покупала ее в магазине а линда и вот эта ниточка она видишь сразу в две ниточки скручена то здесь сразу идет две то есть они вот скупка так и идут так как я вижу сразу два метода мэйджа клубни это вполне себе удобно и у меня здесь вот осталось 13 грамм всего лишь навсего я решила что такой остаток вообще не стоит оставлять но куда я его потом его даже на helix и никакие не хватит я решила что раз я эти носки все равно вижу себе потому что мне безумно нравится эта расцветка я их просто добью в длину целиком то есть вот сколько у меня хватит но сейчас они у меня чуть ниже середины икры то есть но я думаю вот так мне еще до середины икры точно хватит так что на зиму будут хорошие высокие носочки сидят супер мне очень нравится вот эта пятка я уже мечтаю по ней связать мастер-класс чтоб ты себе тоже таки связала и написала мне супер хвалебные отзывы какая я молодец как я классно придумала напишешь не забудешь так а вторые носочки это у меня из ализе супер вошь номер цвета не помню бирку тоже не знаю сейчас поискала не могу найти но я думаю если ты зайдешь магазин 5 мотков там отсортируешь по носочной пряжи там она есть там один цвет такой вот осенний оранжевый зеленый но я думаю все таки у меня спрашивали про вот эту эту я честно не знаю что за производитель так здесь у меня тоже носочки аж на сорок шестой размер я вижу мне кстати их так растянуло и мне кажется будет нормально не буду я перевязывать эти дурацкие носки и здесь у меня тоже осталось на сегодняшний момент 28 грамм и я их свяжу тоже в ноль не хочу оставлять какие-то огрызки прошу прощения и это мои носочки из ленга здесь мне уже нужно формировать пяточку точнее я уже начала формировать поэтому я их пока отложила дома буду их по чуть-чуть но вывяжу пятку и возьму обратно в метро потому что в метро тут толкнут еще чего-нибудь этому укороченные ряды не хочу так и все в принципе по заказному жилету я отвязала только одну половинку одной половинки поэтому там показывать нечего тащить не стала носочки эти у меня пока дома вот эти дома сейчас я в метро активно вижу вот этим надеюсь завтра в метро их закончу и тогда в метро у меня переедут или эти или эти но зависимости от того если я до успею довязать пятки то вот эти по ленге поедут если не успею то буду ездить супер вашим но они так честно говоря несуразно выглядят что стоять в метро перед кем-нибудь и трясти вот такими носками мне не очень хочется поэтому я бы их лучше дома закончила чтоб не позориться вот все пойду постираю свой мех еще пойду по работу потому что еще очень много работы если честно так устала за последнее время что сегодня уже мужу говорю не хочу работать были можно я уволюсь но я понимаю что если я уволюсь то я тогда не смогу себе покупать новинки пряжи показывать их тебе и мне будет от этого очень грустно это я хвастаюсь если что ладненько хорошей тебе рабочей недели я надеюсь она у тебя пройдет лучше чем у меня я пойду еще поработать тем более мне еще очень много дел все следующий раз покажу тебе мир пока привет будет без микрофона не очень хорошо слышно но просто не могла пройти мимо такой красоты по работе гуляю сейчас 7 утра точнее пол восьмого людей еще никого нет не есть такие же психи одиночки которые бегут на работу это просто посмотри какая тут красота вот какие-то лотосы очень красивые здесь светло розовые они почему-то еще не распустились но я думаю эту конструкцию не недавно соорудили еще наверно все впереди такая красота просто неимоверно красиво у меня сестра живет в израиле и у нее есть недалеко от места где она живет дворик и там тоже очень такой красивый прудик с карпами с лотосами вот и нам в москве тоже такую красоту соорудили так что если на выходные не знаешь чем заняться то пожалуйста приходи и любуйся ну конечно это нужно желательно сделать во первых рано утром пока здесь никого нет а во-вторых до выходных пока все не разнесли тоже знаешь у нас же каждая бабулька считает своим просто профессиональным долгом вы выдрать клочок себе на дачке приспособить поэтому пока не ободрали иди и любуйся привет сегодня четверг вчера я халявничала но сегодня не могу не показать вот эту красоту это просто нечто нереально во первых это легенькая легенькая облачко которая даже никак не ощущается в руках это просто вот и не знаю как это передать вот просто кошка мая сейчас обидится уйдет потому что это нижнее чем ее пузико это изнаночная это лицевая на троечке мне нравится больше она более плотненькая на четверке конечно уже вот ну можно рассмотреть пальцы да но как бы имеет место просто быть почему нет и ко мне пришла такая интересная идея в магазине вязь есть кашемер с мериносом шерлот от биаджули мондеста примерно вот такого оттенка с яркими крапушками мне кажется с эти две ниточки смешать будет просто огнище то есть будет вот такой вот пушистика внутри будут просвечиваться вот эти яркие крапушки в общем эта идея у меня заселилась в голову уже третий день но пока средствов нету пускай эта идея по будет это у меня вот артикул пончо изготовленный для биаджули модеста просто филата но я не знаю филата на итальянском переводится как пряжа поэтому я не я не знаю это производитель такой здесь у меня 24 кашемира 44 альпаки 32 по 320 метров на 100 грамм очень 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 нежнейший кстати очень правильно сейчас передается цвет то есть такая реально очень хорошая нежная полы мне прям очень нравится такой вот котеночек ой и мне нравится что он такой вот как потисканный что ли в общем меховушечка будет огонь так эту красоту я тебе показала так ли он я по-моему уже показывала почему я его не вынесла наверно руки закончились так и вот это же я что же показывал да показывал наверно тоже руки закончились у меня памяти вообще нет вот вообще нету значит смотри я вчера что-то как-то очень очень сильно устала на работе я поняла что я уже не готова садиться за свой обязан за свой заказной жилет да потому что она у меня уже просто не было ни сил ни физических неморальных и поэтому я добила свои носочки наконец-то я решила и связать моток в ноль они у меня получились 82 грамма и они аж вот такие длиннючие то есть вот если их сложить пополам на по пяточки то не вот даже длиннее чем положено закрывала я просто обычным закрыванием с накидом чтобы они более эластичные были они мне получается до середины икры но такая длина конечно для носков ни о чем поэтому я буду или носить их присборенной как гармошкой или буду с отворотом носить но носки получились очень яркие очень сочные я даже залезла на сайт а линда посмотрела думаю может у них еще что-то подобное есть мне такой вот пряжица больше нет но я когда я брала был один единственный моточек но очень классно они смотрятся существовая на руку один кстати в своем секретном проекте сегодня похолодало пока выносила на балкон всякую красоту успела замерзнуть поэтому думаю не достану свою кофточку такие они классные не с мелким жаккардом типа в общем я думаю это будут мои любимые носки на этот сезон закрытие через накид я думаю все знают если не знаешь напиши внизу я тогда сниму отдельно видео как бы нет если честно визуально я не могу сказать что это мое любимое но это видишь прям тянется хорошо так что вот такие у меня носочки длинные классные но я если честно хотела такие чтобы как раз снег не в ботинки не засыпался потому что я зимой хожу в ботинок у меня нет высоких сапог потому что мне икры полный и сапоги на мне если и застегивается то это выглядит не очень красиво поэтому ботинки носки самое оно так так что вот у меня есть готовая работа еще я вчера а я же говорила что мне дали новую территорию на работе я теперь на тверском районе и вчера у меня получается мне по работе нужно было в соседнее здание стухенцем или что-то прям замученная такая думаю блин ну зайду там вроде как бы и коллектив такой приятный и и все хорошо да зайду может там кофе попью пообщаюсь посмотрю какие новинки зашла у девочек на двери за звоночек ну то есть когда заходишь ты не можешь туда тихо зайти да в любом случае тебя слышат что ты зашла захожу со звоночком даже не то что никто не поздоровался даже кто никто не повернулся прохожу там уже была парочка девушек ну не знаю две женщины да они там что-то активно выбирали ноль эмоций ноль реакции ни на меня ни на этих девушек девочки все продавцы активно клеили какие-то бирки я так поняла у них то ли спицы переоценивались то ли что-то такое в общем реакция нулевая у меня сложилось такое четкое впечатление что я зашла к девчонкам на посиделки то есть они между собой общались чего-то там шутили что-то там перекрикивались а ты вот это сделала не это ты вот это не а я вот это сделал а молодец то есть ну такой между собой чек я реально почувствую тебя там лишний думаю ну ладно подошла тот большой плюс я даже вставлю фотографии у девочек перемотана носочка уже в клубочке на каждом клубочке вот такой потрясающий ценник поэтому потрясающий почему потому что здесь все понятно какой производитель артикул состав метраж да причем метра что это четырех нитка и ассорти ну это просто у них там очень большая палитра и на каждой на каждую палитру у них отвяз например на вот сантиметров по 10 двухсторонней вязкой то есть ты реально видишь как это будет на носке это очень большой плюс я прикреплю фотографии то есть ну потому что я на сайте предварительно посмотрела мне понравился другой цвет но именно в отвязи мне понравился вот этот так что ну вот за это респект и уважуха я прям очень была довольна тут как бы сервис до молодцы потому что большинство магазин пряжи почему-то особенно бобиной стоковой да они считают что вот у нее бобинка пришла нее продали и забыли образцы даже не пытаются вязать а это конечно зря потому что ну реально ты но я на сайте выбрала другой цвет ну выбрала я моточек подхожу на кассу стоять две девочки но продавцы между собой опять не обмениваются какими-то ценниками одна убежала сделала вид что она мне не видит вторая повернулась ко мне задом что-то кого копошилась копошилась выбежала пробежала мимо возвращается обратно с таким этим вы что-то хотели я говорю да вот моточек хочу купить а я уже ну положила денежку под расчет все положила свою карточку то хэнс вы у нас что-то брали уже я говорю да вот карточка вниз и вообще-то не видно блин вот мне честно хотелось сказать глаза открой но у нее там такие стрелки были нарисованы машина из-за этого нихрена не видела ладно короче мне пробили эту этот моточек и с таким этим вяжите с удовольствием вот я честно вчера ехала думаю а мне страшно начинать мне просто с таким удовольствием пожелали повязать что я боюсь ломать спицы так что я не знаю за счет чего выживает этот магазин нет наверное если ты состоишь клубе извращенцев если ты во всей этой тусовке если тебя знают в лицо то возможно к тебе совсем другое отношение возможно с тобой здороваются когда ты заходишь возможно тебе и советуют что-то возможно тебе и на кассе не хамят все может быть может быть у девочек была новая поставка или переоценка нереально были замучены но блин замучены в 11 утра у них рабочий день начинается в 11 ну ладно я там была пол двенадцать и то есть что тогда будет к восьми вечера они будут кидаться на людей короче я не знаю не не думаю что я с ними подружусь ну ладно попробуем попозже дать еще один шанс но учетове если честно мне с этого мотка мне он так понравился в отвязи но даже начинать ничего не хочется так и что у меня еще интересного так мех показала носки показала про ту хэнс пожаловалась какие они добряшечки прям реально вот я не понимаю за счет чего они существуют вот как у них цены дорогие ассортимент у них маленький выбрать у них нечего сайт у них но по мне очень нелогичный я уже сколько раз залазила на их сайт через три минуты у меня начинает глазик дергаться я выхожу с их сайта но только если олины прямые эфиры потому что то что московский тухэнс ведет мне как бы прямые эфиры не заходят как-то там не у не очень они информативные больше продавательные но олины эфиры да можно посмотреть там даже бывает что-то интересное что-то новое ладно закрыли тему с тухэнсами дадим им второй шанс как-нибудь может быть зарплаты зайду еще задним моточком носочки может быть уже все будет по-другому и я сегодня нашла у себя в распечатках скорее всего эти вопросы пришли позже уже после того как я подготовилась уехать в отпуск поэтому этот вопрос у меня ли был на отдельной распечатки и соответственно я на него в общей вопросы не ответила ну давай сейчас отвечу на них и так к вопросам и ответам сколько у тебя пряжи в килограммах в килограммах не знаю но мне ну я думаю ближе к 200 честно потому что я в этом году начала вести таблицу excel и в этом году я купила уже около 80 а прошу то есть то есть все что было куплено до этого она естественно значит но не незначительно но больше так не напрягает ли тебя количество меня не напрягает количество именно меня напрягает то что у меня маленькая квартира съемная и в ней ну как бы негде развернуться до меня напрягает отсутствие хранения возьму листик вот так вот так мне неудобно там читать через экран так хочешь ли ты извязать или избавить или избавляться планируешь хочешь ли ты извязать или избавиться или планируешь приумножать я планирую приумножать меня пряжа моя абсолютно не отягощает мне нравится то что у меня есть выбор мне нравится то что у меня есть ассортимент мне нравится то, что я захожу во всякие магазинчики такие мне очень крупные вот у нас такой ассортимент думаю, зайдите ко мне в гости я вам покажу, что значит ассортимент так хотела бы работать с пряжей за деньги не совсем понимаю этот вопрос а вот продавцом в магазине закупщиком или экспертом для магазинов хочешь ли свой магазин так, давай по порядку свой магазин я нет, давай так по другому порядку хотела бы работать с пряжей за деньги продавцом в магазине буквально вот 3 дня назад меня на работе устали так что я даже мужу говорю, я уже не могу говорю, правда, у меня уже нервы сдают я не хочу ничего то есть у меня был такой день что я в 9 вечера просто отпала от компьютера да, это учитывая, что у меня рабочий день с 8 я уже на территории и до 5 то есть в 5 я заканчу работать нет, я до 9 отпала от компьютера я час лежала я не могла пошевелиться просто ничего не хотела делать не вязать ни образцы ни процесса ничего вот просто у меня было такое изнеможение я мужу говорю я не хочу работать я говорю уже просто вот сил нету такое ощущение что нас решили взять измором да, то как бы решили чтобы не выплачивать никакие там ничего пособия просто вот довести нас чтобы мы сами все повернялись у нас в этом году прям уже очень такая хорошая текучка кадров началась в общем уходят реально хорошие специалисты а приходят ну может они когда-нибудь тоже станут специалистами ну сколько лет для этого нужно и я начала гуглить работу ну работа магазин пряжи и знаешь что я поняла вот если я например пойду работать за секунду у меня кошка очень хочет выйти решила раз выгоняла кошку сразу заодно и повязать взяла единственный процесс который у меня лицевая гладь это мое имитация вточного рукава из бамбука который я вязала на отдыхе я уже вот вчера кстати перед сном убрала когда уже жилет все таки не знаю как-то не могу я его долго вязать когда убрала жилет искупалась и думаю перед сном погоняю чуть-чуть вот вчера соединила точнее отсоединила рукава и вот это успела за вчера провязать и так продолжим да хотела бы поработать с пряжей за деньги продавцом магазине вот когда я вот уже сказала да что задолбала все начала гуглить смотреть вообще какая работа какие вакансии я поняла такую вещь что если я устроюсь в какой-то конкретный магазин работать то соответственно мой личный ассортимент будет несколько ограничен ну потому что мне кажется что ни одному магазину не понравится если я например устроюсь магазин турецкой пряжи и буду вести у себя во влоге рассказывать что я не люблю турцию что она голд это паршивая пряжа да что я сама вижу из Италии а вам вот такой ГФ втюхиваю в магазине но это будет нечестно по отношению ни к покупателям ни к магазину и я не смогу жить сама с собой с такими с таким отношением поэтому нет не хочу себя загонять в рамки одного магазина мне кажется это немножечко не мое тем более я пыталась уже работать в торговле и у меня есть одна такая очень хорошая как я считаю для человека особенность но очень плохая как для продавца я никогда никому ничего не продавала что мне не нравится самой как бы мне начальство не уговаривало что у нас этого хорошая прибыль что нам это все очень надо что она у нас там застаивается на складах нет если мне самой эта продукция не нравится я ее никогда никому не втюхиваю и у меня со всеми клиентами были очень такие доверятельные отношения которые ну как бы знали что если я предлагаю что-то то это реально хорошее так что нет не хочу себя никакие рамки загонять магазин пряжи я уже вот как раз таки на днях думала для себя как вариант и отмела его так закупщиком или экспертом вот закупщиком да я бы наверное очень хотела именно закупать пряжу для какого-то магазина да вот чтобы в этом магазине был какой-то именно вот такой ассортимент который бы вот был именно классный потому что я вот иногда смотрю в магазин который даже с дорогой премиальной пряжей и там смотришь состав 30 мериноз 20 вискоза 40 па и еще там каким-нибудь г сверху припорошено 700 рублей за 50 грамм думаю блин ну что вы курите вот правда вы в каком вообще сознании были когда вот это покупали для чего это пряжа вы такие все эко-шмэка а вы думали сколько это ваша эко-шмэка будет разлагаться а вы думали сколько это ваша эко-шмэка надо на переработку ну как бы я вот этого не понимаю поэтому да вот закупщиком магазин я бы наверное хотела поработать особенно я бы хотела поработать с Италией потому что мне очень интересно узнать этот процесс изнутри вот прям очень интересно и хочу ли я магазин свой магазин пряжи у меня есть вязальная подруга я уже о ней рассказывала неоднократно Ирина Гончарова которая просто потрясающие вещи вяжет и мы с ним как раз таки где-то по весне обсуждали о том что классно было бы не магазин пряжи а какое-нибудь творческое пространство куда бы приходили люди пообщаться повдохновляться поделиться какими-то своими наработками какими-то своими впечатлениями поделиться опять же какой-то каким-то опытом даже по работе с пряжей какой-то но вопрос в том что даже если например у меня бы была возможность арендовать территорию оборудовать то мне непонятно как мне ну понятно это было бы платно или это делать вроде антикафе да ну и там почасовая оплата или например продавать там параллельно пряжу но тогда это уже ничем не отличается от того же самого тухенца да грубо говоря или алинды где можно прийти попить кофе и так же пообщаться но все это делает заложником себя самой я не знаю как это передать объяснить да то есть я боюсь что в любом случае как бы будет создаваться какая-то ячейка какой-то кластер одних и тех же людей да и они начнут сбиваться грубо говоря в стаи да и потеряет все это смысл вот даже как сейчас посмотрим на визуальный ютюб да у нас есть армия фанатов Ольги Кондратьевой и Оксаны Колесниковой их смотрят их любят это свой сабантой да они сами собираются у них свои встречи своя тусовка потом есть там тусовка Леночки Орловой да у них там свой какой-то вязальный батальон они сами собираются у них там свои тусовки у них свои приколы я боюсь что если вот я например попаду в эту компанию да я их просто не пойму то есть я я не буду являться частью этого сообщества создавать свое личное сообщество какую-то свою армию почитателей зачем мне это я в этом не вижу никакого смысла мне никакие там поглаживания да чтоб мне рассказывали какая я молодец и устраивали срачи под комментариями ну зачем мне это просто не интересно поэтому поэтому я честно очень хочу какую-то творческую площадку именно вот чтобы люди приходили вдохновлялись делились своими идеями своими эмоциями да там каким-то опытом наработками но я не знаю как это организовать чтобы это не преобразовалось в очередной бабикурятник вот боюсь вот этого правда может это звучит очень грубая и некрасиво но просто я вот раньше тоже очень активно смотрела Ольгу Кондратьеву как профессионалу у меня к ней нет ни одного вопроса это действительно человек точно знает что она делает как она делает почему она это делает я у них прошла несколько курсов мужское плечо мне очень понравилось действительно авторская работа да как бы вопросов нет прошла детали один детали три ну я могу сказать так 99% я умела и до этого ну единственное если я умела например ну если я молнию вшивала да я ее вшивала по своему как-то так-то пришла на курс они ее вшили по другому я закончила курс поняла что как мы вшили на курсе мне не нравится я папе вязала кардиган я вшивала уже по третьему по своему ну то есть сказать что это какой-то там для меня у меня был супер прогресс что я чего-то узнала ну нет не могу сказать я в принципе все это знала и до этого ну закончила и молодец ну так же я закончила курс жаккарда по жаккарду с двух рук интересно классно но нужен опыт нужно набивать руку как бы просто так от того что я послушала и мне поставили руки сказали как их нужно держать я от этого не стала вязать идеальные жаккарды вот но тем не менее к чему я начала Ольга Кондратьева очень классно раньше не пропускала ни один ее пятничный эфир потому что было очень-очень много классной полезной информации потом случилось так что я завела свой канал и в принципе каждую пятницу я сидела и на телефоне монтировала свои ролики да то есть я не смогла не могла смотреть прямые эфиры а как бы прямые эфиры когда ты смотришь записи ты не видишь ни комментарий ничего и такое ощущение что ты не знаю как-то смотришь на полэкрана да вот я не знаю тебе показывают твой любимый фильм а ты видишь только полэкрана ну как-то это не то уже да прямой эфир он в этом его и прелесть что это прямой эфир ты можешь вот это это общаться с человеком в записи этого ты сделать не можешь и когда я тут несколько недель назад не помню что случилось а вот как раз таки когда у нас было вязание на выживание я монтировала там доделала уже какие-то работы с утра да соответственно я монтировала с утра я одну пятницу включилась и там суть разговоров то что кто-то что-то написал и вот это вот бе-бе-бе-бе-бе ко-ко-ко жить на свете нелегко какие все плохие да как вы смеете не нравится стали и ушли нравится сели и остались и вот одно и то же я думаю ну ладно может наверное что-то зацепилось ну думаю может что-то случилось да я пропустила включаю на следующий недель тот же самый срач проходит три недели я включаю и опять тот же самый срач то есть там какой-то свой сабантуй они сами между собой чего-то там решают то есть я там уже лишнее возможно если бы мне были было все это интересно я бы там принимала участие но я как бы на вязальный ютуб хожу не для того чтобы пообсуждать кого-то кто что сказал кто кому чего написал нет я хочу делиться опытом мне нравится то что я делюсь опытом и мне очень много благодарности именно за то что чего-то узнали чего-то научились там по пряже очень часто слышу положительные отзывы именно да что попробовали какой-то артикул и он понравился да мне это нравится мне это льстит мне это приятно я хочу продолжать но сидеть в какой-то не знаю бабе и бригаде и обсуждать кто какой чего как ну не знаю немножечко не мой формат поэтому если я придумаю как я могу организовать вот это пространство вязальное даже не вязальное а творческое не хочу ограничивать его токовязанием потому что есть очень много людей которые например прекрасно вышивают прекрасно шьют и если люди например смогут собраться в этом сообществе обсудить да какую-то модель кто-то ее сошьет кто-то ее свяжет а еще плюс девочки могут по бартеру да между собой договориться да кто умеет шить там сошьет кому-то штаны а вязальщица сошьет взамен свяжет свитер почему нет ну мне кажется это было бы классно интересно именно делиться опытом да я например умею вязать я бы в швее могла бы там что-то подсказать как там то-то сделать или вообще можно же сделать классный совместный проект да там что-то связать какое-то платье там верх связанный крючком не сшит и почему нет в общем хочу объединить творческих людей но во-первых боюсь что все это превратится в курятник второе я боюсь что там будут люди которые я не знаю как это объяснить чтобы никого не обидеть которые просто не смогли найти себя не смогли найти себе место и они ходят везде вот лишь бы куда-нибудь приткнуться возьмите меня хоть кто-нибудь то есть вот не говорю что это плохо да но такие люди они как правило отягощают потому что они пытаются быть везде но в то же время они нигде они пытаются сделать все но тем не менее они не умеют делать ничего и вот как бы вот чтобы таких людей тоже но я же не могу там назначить какую-то встречу сказать так вот ты не приходи ты мне не нравишься в общем я не знаю как все это организовать но идея у меня уже такая есть не ну давно я ее вынашиваю как только я придумаю как ее организовать наверное я не знаю буду падать к мужу в коленке брать какие-нибудь заоблачные кредиты и что-то делать пока я еще не знаю как это все дело организовать но мне кажется было бы так классно представляешь собраться весел такой хорошей компанией обсудить какие-то вопросы да кто-то там разбирается в трендах рассказал что модно что вяжем что не вяжем кто-то разбирается там в придении да я бы вот например с удовольствием пообщалась с людьми кто умеет прясть да я бы даже взяла бы несколько уроков по придению мне прям это очень интересно кто-то об этом смог рассказать что-то про валяние да потому что до того как я не увлеклась сама валянием да я ничего в принципе так и не сваляла но мне был интересный сам процесс я не понимала как вещи заваливаются почему они заваливаются то есть я не знала этого процесса изнутри а это все очень интересно ой что у меня такой получается долгий влог наверное я его буду заканчивать монтировать и выпущу пораньше чтобы тебе завтра было что посмотреть все побежала я вязать хочу отдохнуть и если будут вопросы какие-то или предложения пиши обсудим обязательно я надеюсь я все вопросы те что мне задавали в комментариях и под ну под видео и в инстаграм все что задавали я ответила если я вдруг что-то пропустила то пиши или напомни пожалуйста и кстати очень часто бывает такое что у меня на ютюбе высвечивается там комментарий такой-то я на него кликаю а мне пишут комментарий больше не доступен или что-то вроде такого и я не могу открыть этот комментарий даже посмотреть поэтому возможно и такое случилось причем почему-то вот например Татьяна с которой мы общаемся ее несколько комментариев блокировались она мне кидает скриншот то что комментарий есть я кидаю взамен скриншот то что у меня он заблокирован то есть я его не вижу Таня у меня естественно не в блоке ничего а такое дело есть так что если что считай что это ютюб козел а не я договорились ладненько желаю тебе хороших выходных а я пойду повяжу очень хочется повязать пока удастся удастся Продолжение следует...